Тысячи лет назад люди начали использовать табак, жевать, курить, нюхать и даже вводить его при помощи клизм. Хотя с момента массовых продаж сигарет прошло всего 140 лет, процесс одомашнивания табака начался около 6-8 тысяч лет назад в Андах Южной Америки. Со временем генетический отбор и модификация людьми в конечном итоге привели к выращиванию таких видов, как мапачо или более знакомое название махорка, и табак обыкновенный. Эти виды имеют более крупные листья и более высокое содержание никотина по сравнению с более ранними дигими сортами. А домашние виды табака распространились в Мезоамерику и Карибский бассейн 2500 лет назад и достигли территорий на юго-востоке и юго-западе современных Соединенных Штатов. Однако эти виды отсутствовали на большей территории западной части Северной Америки. На этой довольно обширной территории обитали охотники и собиратели, в том числе и предки народа Несперсе или Несперс, здесь были найдены несколько различных видов местных табаков, включая индийский табак, табак койота и пустынный табак. К моменту евроамериканских контактов многие виды табака использовались коренными общинами в Северной и Южной Америке, как растения с большой властью и особым ритуальным, лекарственным и церемониальным значением. В 1492 году индейцы Таина из аравакских племен представили табак Колумбу на Багамских островах во время его первой встречи с Америкой. Позже европейские исследователи Америки быстро приняли табак после признания его особых свойств. А уже в 16 веке разновидности одомашненных видов выращивались на плантациях в британских и американских колониях по всей Карибской и восточной части Северной Америки. С тех пор к табаку было противоречивое отношение от казней за его употребление до использования табака в лекарственных целях. И хотя о вреде табака начали писать ещё с 17 века, на планете его употребляют более одного миллиарда человек, из которых около 80% мужчины. Но вернёмся к истории. Начиная с середины 17 века, исследователи-миссионеры и торговцы обнаружили, что табак высоко ценится коренными народами, особенно в местах, где его трудно выращивать, как в северо-западной части Северной Америки. После чего, сушёный и более лёгкий для транспортировки торговый табак, намного более крепкий, чем любые местные курительные растения, был быстро распространён на обширные территории Америки, вытесняя дикие его виды. Единственным сохранившимся местным табаком в этом регионе был табак койота. Поэтому во многих местах табак считается введённым после европейского контакта, хотя существуют единичные упоминания, а также некоторые этнографические данные об употреблении и выращивании местного табака. Другие исторические записи сообщали об использовании в качестве курительных смесей медвежью ягоду или толокнянку обыкновенную. В целом, исследователи испытывают трудности в понимании использования табака на северо-западном тихоокеанском побережье Северной Америки до европейского контакта и введения его одомашненных видов торговцами. Вполне возможно, что ранее племена культивировали и использовали индийский табак, но после распространения торговли этот вид вымер в регионе без поддержки людей. Однако, технологии не стоят на месте, и учёным на выручку пришёл сверхэффективный метод жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии. В процессе описываемой работы исследователи проанализировали 12 каменных курительных трубок и их фрагментов, охватывающих период не менее 1300 лет, которые были связаны с пятью археологическими объектами вдоль реки Колумбия и её притока Снейк в пределах территории предков Несперсе на юго-востоке современного штата Вашингтон, не путать с городом. В результате биомаркеры никотина были идентифицированы в 8 из 12 проанализированных трубках. Эти результаты противоречат этноисторическим описаниям практики курения на Колумбийском плато, которые утверждали, что ранее до 1790-х годов в курительных практиках использовали медвежью ягоду или толокнянку обыкновенную, а табак был полностью ввезён торговцами. Поэтому помимо никотина учёные искали арбутин, соединение связанное с толокнянкой обыкновенной, но не нашли ни в одном из образцов, хотя его присутствие ожидалось. Отсутствие арбутина предполагает, что медвежью ягоду или толокнянку не курили ни в одной из исследованных трубок, хотя есть две альтернативные интерпретации. Это растение курили в этих трубках, но следы его не сохранились или количество находок было недостаточным, чтобы идентифицировать эту практику курения. В целом результаты показывают, что общины охотников и собирателей в этом регионе, включая и предков Несперсе использовали дикий табак задолго до основного, одомашненного табака, который был представлен торговцами мехом и переселенцами контактной эпохи после 1790-х годов. Это самая длинная непрерывная биомолекулярная запись древнего курения табака из одного региона в любой точке мира в эпоху развития примитивных жилищ у индейцев в виде ям с крышей из веток в предконтактную эпоху. Позже одомашненные виды табака заменили дикий несколько сотен лет назад, в самые ранние дни европейской колонизации Америки. Переход от традиционного курения местных табаков и других растений к более крепким табачным изделиям, оказал значительное отрицательное воздействие на культуру и здоровье племён. А будущие исследования с более широким набором курительных трубок могут пролить свет на точные виды растений и смеси, которые курили индейцы в предконтактный период. Такие исследования помогают понять историю употребления табака людьми и их совместную эволюцию, что в конечном итоге привело к росту и распространению этого мощного и опьяняющего растения. Продолжение в третьей дни arkadaş Кюри к роз